Самое большое животное в мире, и вот он как раз весит. Жить без тебя не могу. Так, 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 нельзя подсказывать. Ух, я вам. Ух, я вам. Все, как я успел. Здравствуйте, друзья. На Хабаре, как всегда в это время, Викторина Бегом за деньгами. И я, Серик Акишев. И, конечно, в студии у нас наши замечательные команды. Давайте их поприветствуем аплодисментами. Они приходят к нам сюда для того, чтобы посоревноваться в скорости бега, в скорости ума, реакции, принятии решений и порадовать нас своей красотой, грацией, умом и талантами. Аплодисменты. Давайте поприветствуем наши команды. Аплодисменты еще раз команде, которая играет за синим столом. Сегодня это заслуженный деятель Республик Казахстан, наша любимая певица Жанна Рымбасарова и ее сегодняшняя коллега, напарница и будущая подруга или уже подруга? Уже подруга. Уже подруга Анна Тютькова, исполнительный директор Центрально-Азиатской рекламной ассоциации. Они сегодня представляют сразу пару городов. Алматы, Алматы, Атырау. Какие еще города за вас болеют? Весь Казахстан. Весь Казахстан. Замечательно. Прекрасно. Аплодисменты. Ваши соперники сегодня. Команда замечательных друзей. Руслан Шалимов, преподаватель. И Маргулан Силамхан. Он модель. Фото модель. Ребята сегодня представляют и Алматинскую область, и прекрасный Кокшитау, и еще какие города за вас болеют? Шучинец. Так, отлично, здорово. Уже стало больше. Мы обязательно пообщаемся с нашими игроками по ходу наших забегов когда-нибудь. Вот так вот между ними. Правила первых четырех раундов телевикторины бегом за деньгами. На правом табло обозначены шесть слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются четыре таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно поставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают по десять баллов. По итогам четырех раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Итак, эта монета определит, какая команда первой будет выбирать категорию в первом раунде. Порой это действительно важно. И это команда красного цвета Руслан и Маргулан. Итак, Руслан, вам и Маргулан, вам на выбор красота или любовь? Красота, наверное. Красоту выбирают мужчины, вам оставляют любовь девушки. И первыми к стартовой кнопке проходят под наш аплодисментер Руслан и Маргулан. Давайте поаплодируем. Ну, вы знаете, вот мы шутим о том, что красота, сфера красоты больше как бы женская тематика. Хотя, мне кажется, вовсе нет. Нормально, все, мы мужчины тоже умеем разбираться в красоте. Вот Маргулан, как фотомодель, не даст соврать. Для него тема вообще понятная, наверное, и близкая. Но сейчас будем проверять. Итак, с правой стороны появляются описания профессии в индустрии красоты. Мужской стилист, стилист по волосам, человек, который делает макияж для лица, уход за руками, мастер по созданию образа и уход за ногами. У всех этих профессий есть конкретные названия. Одно с другим нужно сопоставить. Итак, три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали. Первая табличка, которая появляется на табло, это барбер. Куда у нас Маргулан отправит барбера? Понятно, что он сам постоянно туда ходит. Так, идем дальше. Следующая табличка. Ага, как интересно. Так, маникюр отправляется сюда. Идем дальше. Значит, педикюр. Ну, это, по-моему, легко. О, и комментировать нельзя, можно только руками делать важные такие замечания. И есть! Успели, по крайней мере, да. Руслана, очень хорошо было в конце. Вот это прямо очень важно, потому что вы успели пересечь финишную черту до того, как прозвучала сирена. Поэтому вы заработали дополнительные 10 баллов за скорость. А теперь давайте разбираться. И я понимаю, почему ребята поставили барбера в сторону волос. Но это не совсем точное определение. К сожалению, не очень корректно. А вот дальше уже полегче. Визажист, мейкап, макияж лица, маникюр, уход за руками и ногтями. В частности, педикюр, уход за ногами. И за красотой, там, прекрасных ногтей на ногах. И вот все-таки барберов по классике отправляют именно к мужским стилистам. Потому что они занимаются не только волосами, бородой, усами. Ну, такими, в общем, нашими мужскими вопросами. Ушами, носами. Итак, ребята, тем не менее, набрали целых 40 баллов в этом раунде. Отличный результат для начала. Поздравляем. Пожалуйста, проходите в себе. И сейчас ваши соперницы, Жанна и Анна, будут играть в очень интересный вопрос о любви. И, пожалуйста, я не могу не спросить у Жанны о замечательной песне Адриана Челентано. Помнишь ее? Я тебя люблю. I love you, да-да. Я ведь жить без тебя не могу. Yes, yes, understand. Да-да-да. В общем, песня примерно вот, собственно, такое объяснение вашего вопроса. Любовь на разных языках планеты. Итак, с правой стороны появляются разные языки по-казахски, по-русски, по-английски, по-французски, по-турецки, по-итальянски. Но при этом могу вас обрадовать для облегчения вашей задачи. Это все-таки первый раунд. Они здесь, эти слова, в русской транскрипции будут с левой стороны, а не на своих оригинальных. Так что я уверен, вы легко разберетесь. Итак, готовы? Три, два, один, поехали. И любовь, любовь первая. Так, слово love, куда отправляет Жанна. Так, идем дальше. Следующая табличка. Это лямур. Аня, чуть быстрее, чуть быстрее, чуть быстрее. Так, 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 дальше. Идем дальше. Ашк. Вот это хороший вопрос. А это о чем, о чем? Нельзя подсказывать, можно только руками менять. И последняя табличка. Это аморы. Аморы, 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 аморы. И бегом, бегом, Анна обратно. Должна успеть. Успела. Жанна разыгралась. Итак, мы теперь... А вот сюда проходите. Жанна Рыбасарова, оказывается, азартный игрок. Аплодисменты. Ну что ж, тем не менее, мы ведем зачет по последнему игроку, который пересек финишную черту. И поэтому это была Анна, и она успела вовремя. Поэтому плюс 10 баллов за скорость. И ответы, конечно же, правильные по-английски. И лад по-працузски, лямух, ашк по-турецки, и аморы по-итальянски. Любовь! Молодцы, немножечко вырвались вперед. На два не хватило, видишь, надо по скорости путь. Нет, нет, сейчас 4. А, да? Всегда 4, да, да. А, да. Все правильно, проходите сюда, да. Ну, казахша, конечно, махабад, по-русски любовь. Это все знают. Итак, мы переходим во второй раунд, и там будет еще интереснее. Поехали! Итак, немножко пообщаемся с нашими игроками. С Жанном мы знаем, конечно же, все о твоем прекрасном творчестве. Что интересного ты нам готовишь в 2023 году и твоим поклонникам? Не буду раскрывать планы свои, потому что, как говорят, хочешь рассмешить Бога, скажи о своих планах, да, как говорят. Поэтому я просто скажу, что будут интересные концерты по Республике, дай Бог, и выступления. Замечательно, прекрасно. У Жанны еще появилась одна классная такая привычка, я бы так сказал. Ты начала, наконец-то, ходить в горы пешком. Я начала ходить в горы пешком уже года 3-4 тому назад. Ага, ну видишь, мы только сейчас в передаче встретились, поэтому давай выдадим это за свежую новость. Ну давайте. И как? В принципе, это привычка, которую человек должен сам взращивать в себе, потому что ходьба – это вообще здоровье наше. Оказывается, ленивому человеку, такому, как я, чтобы быть в фойме, просто нужно ходить по городу. Пешком. Так. Удобный. Удобный уровень, да. Поэтому я для себя решила, что чем вообще ходить там, не знаю, тягать какие-то там… Фитнес не нужен, так. Фитнес, да. Хотя у меня есть абонемент фитнес, я чаще хожу пешком по городу. Замечательно. По городу, а в горы? И в горы, и по городу. То есть если у меня есть возможность пройти пешком где-то недалеко, я стараюсь ходить пешком. Ну, давай тогда уже, чтобы закрыть эту тему, парочку любимых маршрутов. Один городской, один горный. Самые любимые маршруты в городе – это вдоль речек, все речки, которые вот есть выше Аль-Фараби, да. Это Малая Алматинка, это Сентай и Большая Алматинка. А в горы я люблю все маршруты ходить. И в сторону Медео, туда дальше, Сиринкур, что еще? В сторону Новоиберх, там тоже есть очень хорошая тропа. Замечательно, прекрасно. Спасибо большое. Анна, а вы, мы знаем, что вы у нас в свое время занимались прям спортом. Была такая история? Легкая атлетика? Да, была такая история. У меня первый юношеский по легкой атлетике. Вау. Ну, это может быть не сильно большой разряд на самом деле. Почему мы сейчас так медленно бегаем? Ну, потому что мы давно не занимались. Теперь мы ходим пешком в горы, а не пешим в горы. Из-за этого, наверное. Вот, да. На самом деле, очень интересно, очень классный спорт. У меня была специализация прыжки в длину и 100 метровка. Долго я бежать не могу. А это здесь и нет. Вот здесь как раз так и нужно. Я на короткой дистанции. 100 метровка. Хорошо. Мужчины, мы с вами обязательно пообщаемся в следующем раунде. А теперь давайте, девушки, как наши промежуточные лидеры, выбирайте категорию. Вы заработали это право. Итак, мультипликационные ленты, мультфильмы или премия «Оскар»? Ну что, возьмем «Откар»? Ну все знают. Ну мультики тоже не встилем. А мультики мы все знаем. Ну давайте, любые что, мультики возьмем? Ну давай мультики, надеюсь, мультики. Хорошо. Мультики берут девушки, а мужчинам оставляют категорию, связанную с кинопремией «Оскар». Итак, пожалуйста, Жанна и Анна проходят под аплодисменты нашей студии к стартовой кнопке. Вы знаете, как интересно, у вас не просто мультики, у вас продолжение темы первого раунда, темы любви. Итак, давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляются прекрасные девушки из мультиков. Фиона, Жасмин, Рапунцель, Бель, Ариэль и Мулан. А слева их партнеры, их пары будут появляться, и нужно их собрать. Так, идет быстрое совещание. Вперед. Нажимай тогда. Три, два, один, поехали. И первая табличка, первая пара – это Юджин. А Юджин был у нас с кем? Так, идем дальше. Следующая табличка – это принц Адам. Он прям выпадает в руки Жанну. Так, так, ставь, ставь сама. Быстрее, быстрее ставь сама и возвращайся обратно. Так, и идем дальше. Ли Шанг. Ну вот здесь, мне кажется, можно догадаться или сделать предположение. И последний, последний красавец – Аладдин. Аладдин, бегом, бегом, бегом. Бегом. Ай-яй-яй-яй-яй. Как жаль, что вы потратили время на красоту табличек. Этого делать не надо. Да. А теперь смотрим на парочки. Аладдин и Жасмин. Конечно же, правильный ответ. Юджин и Рапунцель. Тоже верно. Принц Адам и Белль. Это была верная догадка. И Лишанка и Мулан. Супер. То есть без 10 очков, да, стоят? Без 10 баллов за скорость, к сожалению. Но, тем не менее, 40 во втором раунде – это тоже отлично. И ваш итоговый результат уже 90 баллов. Прекрасно, замечательно. Руслан Маргулан, вам надо подсобраться. Пойдемте. Сейчас будет вопрос на тему премии «Оскар». Итак, премия «Оскар». И вы знаете, что в этой премии огромное количество этих премий. Там я не помню. Ну, точно больше 30, по-моему. Но мы решили, конечно же, так сильно вас не мучить во втором раунде. И поэтому премия «Оскар» за лучший фильм года. Вот так звучит ваш вопрос. И эти фильмы появляются перед вами на экране. Итак, премия «Лучший фильм года» досталась в свое время картинам. Все везде и сразу. «Ребенок глухих родителей», «Земля кочевников», «Паразиты», «Зеленая книга» и «Форма воды». Это обладатели премии «Оскар» за лучший фильм года. А теперь, внимание, ваш вопрос. А слева будет появляться год, когда они получили эту самую премию. Одно с другим нужно сопоставить. Три, два, один, поехали. И первая табличка, первый год, который появляется, это 19-й. Так, 19-й год. Да идем дальше, идем дальше, идем дальше. Какое решение примет Маргулан? Год 20-й. Так, 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 так. Нельзя подсказывать. Можно только, только руками выносить корректировки. 21-й, 21-й год. И последняя табличка. Сейчас, 23-й. О чем идет речь? О каком фильме? О каком фильме? Так, и бегом обратно, бегом. Еееее. Молодцы. Это был хороший бросок, Маргулан, в конце. Довольны результатом? Ну, я здесь знаю только первые. Последние. Да, да. Остальное наугад. Ну что ж, будем надеяться, что ваша интуиция вам помогла. Итак, 10 баллов за скорость вы заработали, а теперь смотрим на правильные ответы. Вот совсем новинка, свежак. Все везде и сразу. Год 2023. Ответ правильный. Фильм «Ребенок глухих родителей». Ответ, к сожалению, неверный. Корейский фильм «Паразиты». Да, это было два года назад, 2020-й и «Зеленая книга» 2019-й. Вау! Так, и 2021-й год у нас. Это очень интересная картина «Земля кочевников». А теперь, если вы посмотрите внимательно на наше табло, давайте его покажем крупным планом, мы с вами видим, что правильные ответы – 2018-й, 2019-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. Не знаю, была ли возможность по ходу уловить еще и этот нюанс этого вопроса, тогда все было бы суперлегко. Тем не менее, вы заработали 40 баллов в этом раунде. Отличный результат, молодцы. Возвращайтесь к себе. Ну, это такая, знаешь, это не подсказка, это в конце уже, наверное, такое осознание этого момента. Очень интересная игра складывается, потому что ни одна из команд не собирается уступать. Совсем маленький разрыв у вас. И как будет дальше, мы узнаем в третьем раунде. Поехали! Это Викторина «Бегом за деньгами». С нами сегодня играют за синим столом Анна Тютькова, Жанна Римбасарова. Давайте им похлопаем, они прекрасно, замечательно показывают результаты. Ваши соперники тоже не отстают. Руслан Шалимов, Маргулан Селимхан. Давайте немножко поговорим с Русланом о замечательной его работе, о преподавании английского языка. Замечательно, прекрасно. Когда вы поняли, что именно английский, помимо казахского и русского, вот это ваша история? Естественно, меня родители отправили быть учителем. Все думали, что я буду учителем казахского языка. Ну, я сам выбрал английский, потому что мне интересно путешествовать из-за этого. Но я сейчас не жалею об этом. Замечательно, прекрасно. Может быть, какая-то подсказка детям и родителям, которые хотят изучать язык, какая-то, может быть, такая первая, с чего бы вы, как профессионал, рекомендовали начать? Это, первое, это словарный запас, конечно, и грамматика. Ну, многие сразу хотят разговаривать, там, не учить грамматику, но все равно нужна основа из-за этого. Ага, ну у вас такой классический подход, и это заслуживает аплодисментов. Если говорить о путешествиях, то Омар Гулану, он парень совсем молодой, 23 года буквально, но у Омар Гулана уже есть очень интересная история. Когда тебе было 18 лет, ты отправился в прекрасную Швецию. Да. Что это за история? Зачем, почему? Опыта набираться? Нет, когда я учился в колледже, я вот хотел путешествовать по Европу. Так. Ну, многие сказали, что вот троечник, который учится в колледже, не может вот переехать в Швецию. А я вот рискнул и получил там шенгеновскую визу. Да. И поехал в Швецию. И что ты там делал? Ну, я там работал, когда мне было 19. Ой, прекрасно, супер. А как у тебя с шведским языком? С шведским? Я уже забыл. Я забыл уже давно. Давно. Ему сейчас 23, а это было всего-то 18-18. Не ускоряется. Итак, ребята, вы, к сожалению, на 10 баллов меньше у вас, поэтому вновь девушки выбирают категорию. Итак, вам на выбор сырье или жанры? Жанры. Жанры. Хорошо. Жанры. Вам таким образом достается сырье. Итак, Жанна и Анна под аплодисменты нашей студии проходят к стартовой кнопке. Внимание, ваш вопрос. Жанры того или иного произведения. И начинаем мы сразу с жанров. Они появляются по правой стороне. Поехали. Поехали. Это пьеса, оперетта, балет, опера, мюзикл и танец. Довольны выбором категории? Надеюсь. Две специалистки у нас здесь собрались. Это прекрасно, замечательно. И слева, собственно, название тех или иных произведений, которые являются тем или иным жанром. Итак, три, два, один. Поехали. И первая табличка, которая появляется у нас здесь, это щелкунчик. Так. Ага. Идем дальше. Следующая табличка. Это летучая мышь. Очень интересно. Летучая мышь. Так. И бегом обратно, если поставили. Так, 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 так. Призрак оперы. И вот это очень интересно. Идем дальше. И последний вопрос. Макбет, это так. Что, не успела? А успела? У нас четыре. Мы всегда четыре, мы молодцы. Спасибо. А вот давайте там мы пообщаемся, пока мы еще не заиграли. Здесь все правильно? Специальное чувство для Жанны Робосаровой, надо заряжать шесть табличек. Она готова делать это больше, чем... Там еще домик, вот так, мюзикл. Это перфекционист проступает. Да. Девушки обсудили все жанры. Давайте им похлопаем. Молодцы. 10 баллов за скорость вы заработали. А теперь правильные ответы. Макбет, пьеса, конечно. Летучая мышь оперетта, верно. Щелкунчик, балет, да. А вот призрак оперы, это такой вопрос с небольшим подвохом. Все-таки не опера, а все-таки в первую очередь мюзикл, да. И вот аплодисменты, им они очень старались, молодцы. Какая любимая опера у тебя, Жанна? Кармен? Кармен? Ну, может быть, да. Конечно, Кармен. Итак, девушки, вы заработали в этом раунде 40 баллов. Отличный результат. Поздравляем. Прекрасно. Молодцы. И теперь очень интересный вопрос по поводу сырья и того, для чего оно нужно. Для команды Руслана и Маргулана. Пожалуйста, проходите сюда. Давайте пожелаем им классного забега. АПЛОДИСМЕНТЫ Готовы? Да, готовы. Мужчины гадают, что там может быть за вопрос по поводу сырья. Не буду их мучить. Давайте сначала посмотрим на само сырье, которое появляется с правой стороны. А потом я озвучу вопрос. Итак, это хлопок, кожа, шкуры, войлок, солома. Тоже сырье, может быть, для чего угодно. И мех. А с левой стороны предметы одежды, которые изначально в первую очередь делались из того или иного сырья. Сейчас может быть по-другому, но вот в классическом формате. Итак, одно с другим нужно поставить. Три, два, один. Поехали. И первая табличка, первый предмет одежды. Джинсы. Очень интересно, из-за чего делаются джинсы. Так, так, так. Дальше. Еще успел Руслан и подумать. Ушанка, шапка. Так, ага, идем дальше. Следующая, следующая табличка, это шинель. Шинель, и вот здесь нужно хорошо подумать. И последний вопрос. И вот здесь, очень интересно, как поступит, как поступит. Вот так, вот так и бегом обратно. Так. Ну как? Я очень... Ну думаю, правильно? Думаете правильно. Хорошо. Давайте 10 баллов за скорость вы взяли. Молодцы. Их всегда нужно стараться брать. И теперь ответы. Руслан говорит, не знаю джинсы. Он так уверенно выбрал хлопок, и это правильный ответ. Отлично. Ушанка, к сожалению, некорректно. Шинель и войлок тоже правильный ответ. И дубленка тоже не совсем правильно. А теперь давайте. Дубленка, как дубленка, коза, наоборот, да. Все-таки дубленка в первую очередь. Ну, берется шкура. Ну, берется шкура, дубится и получается дубленка. Да, она может быть с мехом, но шапка все-таки делается в первую очередь из меха. Да, отлично. Аплодисменты. А мы обычно не знаем этого. А, ну да, я, кстати, тоже вот подумал. Не, ну просто не задумываемся об этом. А так-то это естественно. Итак, аплодисменты этой команде. Они в этом раунде сделали 30 баллов. И совсем небольшой разрыв между командой синих и командой красных. Тем интереснее будет четвертый раунд. Поехали. Это четвертый раунд викторины «Бегом за деньгами». И прежде чем мы узнаем, какая команда пройдет в финальный забег, уже буквально через несколько минут, по одному вопросу нашим замечательным командам. Руслан Маргулан, вот ваше самое такое хобби, кроме работы, о которой мы знаем. Руслан. Я тоже люблю бегать, но больше... Ну это не хобби, я люблю путешествовать. Ага, и совмещать обязательно с бегом? Ну, бегаю я по утрам, каждый день стараюсь. А путешествовать... У нас же каникулы три месяца. Так. Замечательно. Баргулан, а у вас, мы знаем, есть классное хобби, связанное с готовкой? А я люблю подниматься в горы. И в горы. Вау, здорово. Вы должны обязательно сходить все вместе. Надо вместе сходить, да. Ой, супер. Нашли это. Анна, мы говорили уже о хобби, а с вами не поговорили о профессии. И что, на ваш взгляд, самое главное в рекламе? В рекламе? Да, вообще в большом... Как любой профессии. Здравый смысл. Здравый смысл. Ну, плюс еще эмпатия, плюс собранность, дисциплина, как в любой профессии. Творческое мышление. Прекрасно. Жанна, и очень важный совет, не могу не попросить его у тебя, для тех наших зрителей и зрительниц, которые часто смотрят, как сделать первые шаги в вокальном искусстве, если вы чувствуете, что это ваша жизнь. Ну, если есть желание, хотя бы встать с дивана и пойти туда, откуда можно это начинать. Ну, то есть у каждого свой же путь, да? А я, например, начинала там с Дома пионеров, там, в школе, вела гитару и начала учиться. Замечательно, прекрасно. Маргулан, хочешь что-то добавить? Я хочу сказать то, что лучше стыдно, чем никогда. О, точно, совершенно верно. Я уверен, что когда Жанна пришла во дворец школьников, там нормально все было, никому стыда не было. Я даже на кларнете начала учиться. Я помню, месяц целый ходила на класс кларнета. Вау. Ну, вопрос, либо сексапон, либо кларнет. Мне показалось, что кларнет, он более миниатюрный и легче, чем сексапон. Да, и это было правильное решение, потому что в итоге джаз очень много в этой жизни, хотя и сексапон тоже прекрасный джазовый инструмент. Но кларнет такой... Ничего просто так в этой жизни не бывает. Все, что мы когда-то пробуем, оно нам пригождается уже в жизни, как практика, как оплом такой, да? Да. Всегда все пригождается. Поэтому я считаю, что детей, детей надо развивать всесторонне во всех направлениях, на всякий случай. На всякий случай, совершенно верно. А творческая вообще, вот подход ко всему, вот они знают, это делает вообще любую работу, творчество, делает намного обогащеннее, чем без творчества. Ой, спасибо большое, это прекрасная у нас получилась беседа. И наши предложительные лидеры, это команда Анны и Жанны, и вы, девушки, выбираете. Мне кажется, я даже могу предположить, что вы выберете. Сейчас посмотрим. Итак, одна категория вопроса звучит так. Вес. Вторая категория. Модельеры. Модельеры? Ну, наверное, что же... Это не модельеры? Модельеры, хорошо. Мужчины, вам таким образом достается вопрос о весе. И в нашем шоу, в четвертом раунде, первый начинает та команда, у которой меньше баллов. Это команда Руслана и Маргулана. Давайте им поаплодируем. Они будут первыми разбираться с вопросом, что, сколько весит. Или точнее, кто. Давайте перед этим очень важным забегом поаплодируем. Руслану Шулимову, Маргулану Силамхану. Они молодцы! А теперь, внимание, ваш вопрос, связанный с весом. Итак, разные веса появляются с правой стороны. 200 тонн. То есть это 200 тысяч килограммов. 40 тонн – 10 тонн, 2 тонны, 1 тонна и 500 килограмм. Итак, слева будут появляться представители животного мира. Это их вес. Одно с другим нужно сопоставить. Мне кажется, здесь не точное познание, а самая обычная логика и здравый смысл вам помогут. 3, 2, 1. Кет-тек! И первая табличка. И первый синий кит. Сколько весит синий кит, по мнению наших участников. Так, нужно быстрее принимать решение. Потом, возможно, будут какие-то корректировки. Белуха. Сколько весит белуха? Так, идем дальше. Кошалот. Сколько весит кошалот? И последний вес. Касатка. Сколько весит касатка? Это очень интересный вопрос. И бегом обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ Синий кит. Синий кит. Синий кит. И так. Мы поступили бы примерно так. Я тоже не понимаю. Но угад. Давайте, во-первых, 10 баллов за скорость начислим команде красных. Они молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь ответы. Касатка 200 тонн. Нет, к сожалению. А кошалот 40 тонн. Ответ правильный. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. Синий кит. Ответ неверный. И белуха. Однотонна. Какое точное попадание. Еее. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. Давайте посмотрим, сколько заработали ребята. Покажите нам, пожалуйста. 10 баллов за скорость мы им уже начислили. А, нет. Вот теперь. Итого 30. 140 против 130. То есть есть шанс на победу. А теперь очень интересно. Все же знают. Все знают, что синий кит самое большое животное в мире. И вот он как раз весит 200 тонн. И самое обидное. Вот. Наоборот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте уже тогда по весам пробьемся. Ну, средний вес такой неплохой акулы. Это 2 тонны. А 500 килограмм у нас весит дельфин обычно. АПЛОДИСМЕНТЫ, Маргулан. Руслан, молодцы. Дельфины 500 килограмм. Я бы не знала. И больше всего. Девушки, очень хорошо, что вы им отдали этот вопрос. Это мужской вопрос. Да, совершенно верно. И теперь вам вопрос о модельерах. Вам достаточно что? Одного правильного ответа и быстро бегать. А это вы умеете, как мы знаем. Ну, что же, я надеюсь, все будет хорошо. Проходите, пожалуйста, сюда. Давайте поаплодируем Анну и Жанну. Модельеры, прекрасные дизайнеры, замечательные мужчины и женщины. Все мы знаем их имена и фамилии. И вот, собственно, именно такой ваш вопрос. Вам нужно в итоге здесь на табло собрать полностью имя и фамилию. Итак, давайте посмотрим. Здесь фамилия Гальяна, Лагерфельд, Александр, Кристиан, Ив и Вивьен. Как интересно, замечательно. Значит, там есть и имена, и фамилии. Немножечко усложнили вам задачу наши редакторы. И я уверен, что вы сейчас быстренько вспоминаете и... Готовы? Да. Три, два, один, поехали! Кто у нас здесь первый, кто у нас здесь первый? Так, ага, и... Бегом, 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 бегом дальше. Давайте поддерживаем аплодисментами эту команду. Они очень стараются. Давайте поможем им. Так, и... Ага, здесь о ком идет речь. Так, и последняя табличка. Вот так. И это, это, это... Так, и... Ага, ага, ага. Давайте спросим у парней. Легкий вопрос? Да, легкий вопрос. 10 баллов за скорость заработали девушки. Ответы. Джон Гальяна, Александр Макуин, Ив Сен-Лоран, Вивьен Вестфорд. Ну, добейте уж тогда список там оставшийся. Кто у нас? Кристиан Геор. Геор. Карл Лагер. Даги Пиль. Молодцы, супер. И 180 баллов зарабатывает команда Жанна и Анна. Пожалуйста, сюда. Итак, в этот момент, Руслан и Маргулан, аплодисменты нашей студии. Ваша честь, вы мужественно сражались, но девушкам несколько больше сегодня улыбалась. Удача. Мы вас благодарим за участие, желаем всего наилучшего, всего доброго, до свидания. Спасибо, ребята. А Жанна и Анна сейчас будут выигрывать девушки. Поехали. Дорогие друзья, Анна Титькова, Жанна Рюмбасарова в финальном забеге нашей викторины. Молодцы, умницы, красавицы, еще и суперскоростные подруги. Миллионерши. Миллионерши, совершенно верно. Правила финала телевикторины «Бегом за деньгами». На игровом поле расположены 8 ячеек по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участникам финального забега. Задача игрока — определить, какие 4 плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалистов есть 60 секунд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ТАБЛИЧКО НЕМЕР ТАБЛИЧКО 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 Очень громко и активно. Аплодисменты нашим участницам. Они готовы к старту. Поехали. Три, два, один, поехали. И первая табличка. Так, только быстрее, пожалуйста, Анна. Туда пусть ставит. Хорошо. Дальше. Так. Так, 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 так. Бакланы летают, бакланы? Так. Очень... Так, давайте. Жанна решила помогать руками. Они решили таким образом экономить время. Это, в принципе, не запрещено нашим. Давайте поддержим эту команду аплодисментами. Очень стараются. Белый айс. Так. Не трогай, не трогай, что тут будет. Белый айс летает. Лебедь. Так, и... Лебедь летает. И тогда кого надо убрать? Кого надо убрать? Летает, лебедь летает. Время, время. Летает, летает, летает. Быстрее, время. Баклана забрали. Вот баклана, баклана. Баклана, баклана. Баклана, баклана. Да. И туда быстро, 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 быстро. Все. Встала. Вау. Жанна, ты прирожденный руководитель. Молодец, девочка моя. Все, все, все. Аня, ты вспомнила времена легкой атлетики. Да. Это было круто. Хорошо, что у меня такая спортсменка в напарниках сегодня. И прекрасный, замечательный напарник в лице Жанна Рыбасаровой, который делает так... Забирай его! Это был один из лучших моментов шоу. Ну, кстати, да, она же не пересекала финишную черту. Нет, я вот это стояла. Это, между прочим, лайфхак для остальных наших участников. А теперь давайте разберемся. Итак, мы смотрим на правую сторону табло. И что мы там с вами видим? Баклан, страус, казуар и пингвин. Это птицы, которые не летают! 100 тысяч тенге ваш выигрыш! Поздравляем! Почему 100, 120? А вот мы сейчас об этом поговорим. Я предлагаю вам бонусную игру. В случае правильного ответа будет 120. В случае неправильного, эти 20 я заберу, и будет 80. Играем? Играем. Конечно, играем. И, пожалуйста, прочитайте вслух, что у нас написано с синей стороны. Белый аист, журавы, горные гуси, лебеди. И что объединяет эти четыре таблички? Это написано там, наверху. Это птицы. А, подождите, птицы слишком просто, да? Подождите, белый аист, это белые лебедь, о, белые птицы. Лебедь плавает. Белые. Почему горный гусь? Ну, журавль белая точно не плавает, у них какой-то общий вид, скорее всего. Это вот название какое-то такое, типа вот, как это называется? А может быть, тебе намного проще? Ну-ка, как? Вот посмотрите, вот так, на общую картину. Эти не летают. А эти летают. Хорошо, давайте проверим вашу догадку. Белая, журавль, горный гусь и лебедь. Это, конечно же, летающие птицы. Многих нас жили. Да, совершенно верно. 120 тысяч тигев ваш выигрыш сегодня. Молодцы. Ура, поздравляем. Спасибо большое. Так просто я владею. Да, миллионов. А теперь важный вопрос. Поделитесь своими подсказками по итогам игры для будущих игроков. Как им играть? Тренировать среднюю моторику с табличками, чтобы вот... То есть вот прямо дома купить таблички. Да, и прямо вот их туда-сюда. Дорогие зрители, берите таблички где-то, покупайте в магазине, на барахолке и дома тренируйтесь. Да, и еще, мне кажется, все-таки нужно включить вот эту короткую вот эту память, которую у нас у всех есть, память, да? Так, так. Фоновые знания включить, чтобы вот всегда оно было где-то, где-то вот встало. Потому что такие вопросы вроде бы несложны, в то же время в нужный момент о не забывайте. Вот это. Больше читайте. Потому что казуар я первый раз в себе. Это такая замечательная птица, но она не летает. Итак, друзья, все это для вас рассказывали Жанна и Анна. И для вас же номер WhatsApp, который вы видите на экране, туда пишите, подавайте заявки. С удовольствием наши редакторы с вами свяжутся. Я надеюсь, в итоге увидите вас в этой студии. Всем большое спасибо. Это было круто. До встречи, Рахабари. Чао. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok